Жесткокрылые или жуки Жесткокрылые или жуки – самый разнообразный и богатый видами отряд насекомых. Уже сейчас их описано более 250 тысяч видов. Это около четверти всех известных насекомых. Жуков называют жесткокрылыми, потому что передние крылья у них твердые. Задние крылья жуков перепончатые. В полете жесткие крылья почти неподвижны, а перепончатые движутся с большой скоростью. Большинство жуков живет на суше, но некоторые перешли к жизни в воде. Это хищные жуки-вертячки. Они охотятся на поверхности водоема за мелкими беспозвоночными животными. Жук-водолюб, в отличие от вертячек, живет в толще воды и питается растениями. Водолюбы откладывают яйца в плавающие коконы с трубкой, через которую попадает воздух, необходимый для развития личинок. Личинки водолюба хищники. Они питаются мелкими водными беспозвоночными. Водолюб, как и все водяные жуки, дышат атмосферным воздухом, запас которого хранится на брюшной стороне тела. Большинство наземных жуков питается растениями. Этим они вредят им. Майские жуки объедают листву берез и других деревьев. Но не в этом их основной вред. Весной самки откладывают яйца в почву. Личинки питаются корнями травянистых и древесных растений. Они-то и являются опаснейшими вредителями. Особенно часто гибнут от них молодые сосны. Личинки развиваются в земле. Здесь они на 4-5 год превращаются в куколок. Жуки из куколок выходят осенью. Весной следующего года они выбираются на поверхность. Развитие майского жука от яйца до взрослого насекомого длится 4-5 лет. Поэтому массовый лед майского жука обычно и повторяется через 4-5 лет. В эти годы на одном квадратном метре может появиться более 50 жуков. Жуки питаются не только листьями и корнями растений. Есть и такие, которые, питаясь, повреждают стволы деревьев. На ослабленные деревья ели нападает короед типограф. Жук прогрызает ходы под корой. Он выносит строительный мусор, буровую муку, готовит места для откладки яиц. Вскоре появляются личинки. Короеды приносят большой вред лесному хозяйству. Они губят не только ели, но и сосны, березы и многие другие деревья. Такие ходы делают самки и личинки березового заболонника. Центральный маточный ход сделала самка. Боковые ходы – личинки. Типичный обитатель леса – сосновый усач. Его личинки развиваются в древесине. Они прогрызают в стволах глубокие ходы. Внутри ходов личинки почти недоступны для врагов. Взрослых жуков от птиц часто спасает защитная окраска. Жуки вредят не только лесу. Они наносят большой вред и культурным растениям. Почему засохли бутоны на яблонях? В них ранней весной отложил яйца жук-долгоносик – яблонный цветоед. Его личинки погубили цветки. В конце цветения из погибших бутонов выходят молодые жуки. Во время созревания хлебов жук-куська питается зернами. Жуки перелетают с растения на растения. Каждый такой жук съедает очень немного – всего 7 граммов зерна. А миллионы жуков могут погубить за лето тысячи тонн хлеба. На этом картофельном поле живет жук, который раньше не встречался в Европе. Это колорадский жук. Самка колорадского жука откладывает на нижнюю поверхность листьев более двух тысяч яиц. Личинки и жуки исключительно прожорливы. Они объедают листья картофеля. Колорадский жук, случайно завезенный в Европу из Америки, причиняет огромный ущерб народному хозяйству. Но не все жуки вредны. Жуки-мертвоеды обеспечивают пищей себя и своих личинок, закапывая в землю трупы мелких животных. Так они выполняют роль санитаров в природе. Различные виды жужелиц оказывают большую помощь человеку в борьбе с вредителями растений. Они уничтожают гусениц бабочки-златогуски. Вы видите их сейчас. Гусениц кольчатого и соснового шелкопрядов и многих других. Жужелицы не летают. У них под надкрыльями нет перепончатых крыльев. На земле живет более двух тысяч видов божьих коровок. Это огромная армия защитников растений, которые уничтожают тлей. Их даже специально разводят в лабораториях. Вся жизнь божьих коровок связана с растениями, на которых живут тли. Здесь жуки откладывают яйца. Здесь их личинки охотятся на тлей. Здесь же встречаются их куколки. Жуки имеют большое значение в природе и жизни человека. Полезных жуков надо всемерно охранять, с вредными бороться, но для этого их необходимо знать. Субтитры создавал DimaTorzok